МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время подумать о безопасности и родительском надзоре. Мы узнали, чем занимаются подростки во время карантина. А еще наши корреспонденты провели необычный эксперимент. Можно ли выжить в Челябинске при минус 30 без денег и знакомых, испытанно на себе. Бесплатная приватизация жилья продлена, причем бессрочно. Этот вопрос для жителей Челябинской области был насущным. В регионе каждое пятое жилое помещение до сих пор не находится в собственности. В общественные приемные ежегодно поступали тысячи заявок с просьбой позволить приватизировать комнату. Какой ажиотаж вокруг этого вопроса был. Мы вернулись с этой региональной недели, провели встречу с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Он нас поддержал в нашей инициативе сделать приватизацию бесплатной, бессрочной и для всех категорий граждан. По действующему законодательству приватизация жилья должна была завершиться 1 марта 2017 года. Ранее сроки уже продлевали и не раз. С этого года ограничений по времени для южноуральцев не будет. Отпраздновать новоселье смогут и выпускники детских домов. Тысячи воспитанников интернату получат квартиры в этом году. Кто уже отпраздновал новоселье, а кому еще только предстоит сменить казенные стены, Алена Павлова расскажет подробнее. Антонида ждала этого момента долгие годы. В детском доме, где жила девочка до совершеннолетия, ей приходилось делить комнату. Вот здесь поставлю двухспальную кровать. Вот здесь стенка будет. Тут стол компьютерный. Новоселье в Пластовском районе. Сегодня празднуют еще 10 человек. Это дети, которые остались без родителей. И те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В 2017-м планируется закупить более 500 квартир. Это решит проблему очередности, но лишь частично. Своих квартир ждут еще как минимум 3000 человек. В отдельных муниципальных образованиях уже наметилась такая устойчивая тенденция снижения очередности. Многие территории пытаются закрыть сегодня свою очередь и уже работать на другой территории. Город Чебаркуль, решив проблемы с обеспечением своих детей жилыми помещениями, в этом году начинает работать с детьми, которые стоят в очереди в Чебаркульском районе. Однако не все районы могут похвастаться такой работой. В отдельных городах, несмотря на увеличение финансирования, есть проблемы с освоением денег. Ресурсы, которые выделяются на покупку жилья для детей-сирот, они должны быть, собственно, их нельзя использовать на другие цели. Но мы видим некие попытки как-то перераспределить их на другие цели. Я бы вам не рекомендовал это делать. Губернатор потребовал от глав эффективно решать вопросы, которые касаются детей-сирот. Ведь в этом году на покупку квартир воспитанникам детдомов власти направили порядка 500 миллиардов рублей. Алена Павлова, Лилита Хажеева, Степан Абаимов. Телефакт. Детских садов в этом году тоже станет больше. Главы городов представят предложение губернатору по строительству и выкупу зданий для детей. Уже известно, в этом году построят 5 новых садиков, 2000 малышей пойдут в группы. В 2016 году почти полностью решили проблемы с очередями в Копейске, Политаево, Снежинске, Верхнеуральске, Косляхе и Кунушаке. Аномальные морозы сковали город. Как обещали синоптики, столбик термометра стремительно опускается и к концу недели упадет ниже климатической нормы. Наши корреспонденты выяснили, можно ли выжить в Челябинске в минус 30 без денег и знакомых. Лилита Хажеева знает ответ. В такую погоду находиться на улице, мягко говоря, некомфортно. Столбик термометра показывает минус 30. И уж здесь без варежек, головного убора и теплой шубы никак не обойтись. Мы решили узнать, как в Челябинске можно спастись от холода. Вот такой островок тепла мы нашли в одном из дворов центрального района. Эта арка хорошо защищена от снега и ветра. И судя по предметам быта, здесь греются не только животные, но и люди. Один из самых простых и логичных способов – это зайти в любой ближайший магазин, погреться. Но только здесь придется рассчитывать на гостеприимство и доброжелательность продавцов. В основном, когда такси ожидают, то есть заходят, можно от вас такси вызвать, постоять, погреться. Я говорю, да, конечно, можно. Почему нельзя-то? Тем более на улице достаточно холодно. Еще один вариант для замерзших горожан – это зайти в крытую зону с банкоматами. Работает она круглосуточно. Кстати, зайти сюда может не только клиент банка, но и любой горожанин. А вот проект теплой остановки. Такие павильоны должны появиться по всему городу. Но пока что, к сожалению, шлябинцы лишены этого комфорта. Ну вот, видите, все, что самое теплое, и то на мне. Плюс еще, видите, такая вот защитная штучка. По-другому нельзя. Выходя на улицу в сильный мороз, стоит соблюдать несколько простых правил. Одевайтесь многослойно. Лучше надеть несколько легких кофт, чем одну теплую. К тому же одежда должна быть свободной. Также специалисты рекомендуют плотно поесть перед выходом на улицу. Сытый организм лучше держит тепло. И ни в коем случае не старайтесь согреться алкоголем. Он расширяет сосуды, а это приводит к быстрой потере энергии и тепла. Лилита Хажеева, Илья Капелин, Телефакт. Из-за аномальных морозов занятия в школах во всех сменах сегодня отменили. Но не все школьники обрадовались дополнительному выходному. Сегодня они выкладывают фото с хэштегами «карантин» в социальной сети. Большинство проводит время за играми. Кто-то пошел в кино и по магазинам. Некоторые от радости устроили танцы на партах. Но нашлись и те, кто выложил задумчивые снимки с риторическим вопросом. Мол, как наверстать упущенные знания. А кто-то, видимо, от безысходности запостил совсем странные фото. А вы знали, что 80% подростков скрывают от родителей, где на самом деле проводят свободное время? Мы, в свою очередь, составили подборку хитростей для родителей, которые помогут обезопасить вашего ребенка на время внеплановых каникул. Одна из самых востребованных услуг на сегодня – это радар. Она помогает определить местонахождение ребенка через его мобильный телефон. Правда, если гаджет выключен, сигнал пропадет. На помощь придут часы с маячком. Действует по тому же принципу – лучше покупать пару для ребенка и для родителей. Тогда в случае беды школьник может нажать кнопку, и ваш аксессуар запищит. Сервис «Детский интернет» убережет ребенка от вредных сайтов. Вы можете сами выбрать, какие страницы откроются, а какие будут заблокированы. Те, кто готов потратить крупную сумму на безопасность, могут установить систему Брио. Это умные розетки, которые обнаруживают подключенные устройства и сперва проверяют на исправность. Если нагрузка в норме, переключаются в рабочий режим. Чуть дешевле обойдется насадка на кран, которая регулирует температуру воды, чтобы исключить опасные ситуации, связанные с кипятком. Продолжая тему аномальных морозов, губернатор поручил главам бросить все силы на подготовку к сильным холодам. Сегодня Борис Дубровский встретился с главой Еманжелинска Евгением Светловым. Разговор губернатора Борис Дубровский начал с вопроса о ходе отопительного сезона и актуальных направлениях социально-экономического развития. Мы обсудили точки роста Еманжелинского района. У Еманжелинского района есть свои преимущества. Это удачное географическое расположение, небольшая удаленность от города Челябинска. Через территорию района проходит трасса М-36, железная дорога. Есть промышленные площадки. Евгений Светлов доложил, что Еманжелинск одним из первых получил паспорт готовности к отопительному сезону. Добавил, что район планирует развиваться за счет местных предприятий. Завод точечного литья в поселке Зауральский в этом году увеличит объемы выпускаемой продукции. Это позволит привлечь инвесторов и реализовать запланированные социальные проекты. А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – цирковое шоу «Фантом Тропик» с 4 февраля в Челябинском цирке. Только в Челябинске с 4 февраля. Бегемоты, леопарды, бафтейлы, верблюды, шимпанзе, змеи, крокодилы. И это еще не все. Цирк «Фантом Тропик». Подробности 264-73-45. Не пропусти. Завтра в Челябинске похолодает. Минус 26-27 градусов покажет столбик термометра. Днем ясно, к вечеру пасмурно. Одевайтесь теплее. Далее реклама, но она будет короткой. Не переключайтесь. Смотрите во второй части «Телефакта». Футбол, в который играют сидя за столом. Этим спортсменам не нужен даже мяч, чтобы забивать голы. Только интернет-кабель и ловкие пальцы. Вспоминая школьный курс, когда родился Пушкин, кто убил великого поэта. Журналисты «Телефакта» провели эксперимент на городских улицах. Исцеляющие турмалиновые пояса на коленнике и подушке. Десятки южноуральских пенсионеров пожаловались на чудо-товары, которые им якобы приносят от государства. За них надо заплатить, но агрегаты не работают. Наши журналисты разобрались и выяснили. Продавцы волшебных аппаратов не те, за кого себя выдают. Я не знаю, мне кажется, что это не работники ветеранской организации. Зинаида Михайловна в родном поселке Целинный знает каждого в лицо. Когда к ней постучались двое незнакомцев, испугалась и не хотела открывать. Убедили, показав удостоверение общества ветеранов. Потом соцработники заявили, принесли подарки от государства. Только за них нужно доплатить. Согнулась, иду. Значит, вам нужно лечение, вам нужен пояс. Вот у нас такой пояс есть, вам нужен этот пояс. Невроги, вот межрёберные у меня вот здесь. Помимо пояса предлагали наколенники. За турмалиновый пояс, который якобы поможет при всех болезнях, старушка отдала всю пенсию. Пять тысяч. Вячеслав в тот день тоже был в гостях у пенсионеров с набором чудо-техники. Это был его первый и последний день в роли комивояжора. Устраивался на должность курьера. Когда почувствовал, что дело нечистое, уволился. И всё я прекрасно помню. Я просто сидел вот здесь вот и слушал, как вот вся эта история развивается. Он мне предлагал на работу устроиться. Вот в их организацию он меня хотел позвать. Вячеслав рассказал, что за день комивояжоры должны были объехать несколько посёлков. В Нижней Сонарке под Троицком удалось уговорить на покупку с десяток пенсионеров. По моей информации, минимум 5-6 квартир это было. Потому что 4 человека мне звонили, а остальные там уже от родственников слышали или что-то. Я говорю, что как минимум 6. Ходят, предлагают всякую технику, а вторые говорили, что это якобы списки пенсионеров и прочую информацию собирают, что они как бы от какой-то организации. Мы решили проверить, что это за организация, работники которой представляются сотрудниками областного центра по проверке ветеранов. Нашли объявление в интернете и отправились на собеседование под видом соискателя. Адреса уже есть, то есть клиент уже выбрал какой-то товар, на каждого экспедитора даётся определённое количество людей, и вы потом едете, у вас есть данные этого клиента. Должны будете зайти, представиться, что вы, допустим, там от фирмы «Велес», вы заказывали такой-то товар, это доставка. Они уже в курсе, что вы, ну как, в какой день доставка будет. То есть их извещают предварительно. Да, то есть они уже, по сути, они будут ждать. Работники получают списки пенсионеров. В них все данные о стариках. Возможно, чтобы было легче втереться в доверие. Это на коленке на полчаса. Я уже семь раз делала, сдвигов нет, я наоборот хуже стала ходить. Мне полагать хочется, у меня сердце больное. Не расстраиваться нельзя. Ей повезло меньше, в отличие от Зинаиды Харитоновой. Она отдала гостям 9 тысяч за пояс и на коленники. Правда, вещи, говорит пенсионерка, не помогают. Как и слуховые аппараты и исцеляющие подушки по 13 тысяч за штуку. Официальная медицина, кстати, в чудодейственных свойствах последних, тоже сомневается. Здесь нет ни одного слова о турмалине и о положительном пьезоэффекте в лечении, консервативном лечении остеоартрозов. Камень известен уже более 15 веков, а пьезоэффект и его здесь ни в слова не написан. Я думаю, что, скорее всего, да. Это развод. Это развод на деньги. Подобный сценарий продаж был зафиксирован во многих городах России. Привлечь к ответственности продавцов неработающих чудо-агрегатов очень сложно. Ведь формально они не нарушают закон. Николай Лесников, Александр Соколов. Телефон. А нам стало интересно. Вы хоть раз покупали товары у квартирных торговцев? Большинство пользователей нашей группы ВКонтакте ответили, что даже дверь к мивоежорам не открывают. Некоторые, впрочем, рискнули и пожалели. Чудо-техника сразу сломалось. Есть и те, кто сам продает. Правда, насколько это дело прибыльное, умалчивают. Промоутеры, маркетологи и пиар-дел мастера. На что только не идут, чтобы продать как можно больше товара. А психологи говорят, к ним все чаще обращаются шопоголики. И у каждого второго проблемы на работе, с учебой или в семье. Как это связано? Елена Шургунова провела расследование. Так, розы, фризантемы, тюльпаны. У мамы день рождения было? Зашли в магазин. Цены, конечно, ужас. А тут 70% скидка. Игрушки для детей, подарок для мужа, спа для себя. Находясь в декрете, Татьяна постоянно просматривает сайты по продаже купонов на скидку. Не может удержаться, если находит выгодное предложение. Сразу заказывает. Чтобы один-два раза в день не зайти, это для меня уже все. То есть я захожу каждый день стабильно, один-два раза точно. Ближе уже к выходным, чтобы смотрю, может что-то подобрать для себя, для семьи. Что-то выбрать, например, интересное. Не знаю, я уже привыкла. В результате Татьяна стала обладательницей плюшевых мишек, сертификатов на 10 разных причесок, целого ящика косметики и других товаров. Счастливая или нет, сама уже не знает. Координаторы проекта «Вещеворот» считают, что вещи должны приносить пользу. И чем большему количеству людей, тем лучше. Этим они и занимаются. Собирают ненужную одежду у одних и отдают другим. Избавиться от надоевшей кофты можно, положив ее в специальный контейнер. Он установлен в центре города. Правда, и на поношенной нашлись свои ненасытные шопоголики. Они вскрывают ящики и воруют. Среди них есть и вполне обеспеченные дамы. Да, были женщины, которые приходили не один раз. И каждую неделю они приходили и врали огромное количество вещей. То есть, очевидно, им одной женщине столько вещей не нужно. Когда мы ограничили их, они были, конечно, в бешенстве. Они звонили всем, жаловались каждой инстанции, которую могли. Психологи утверждают, алчное пристрастие к скидкам и привычка составлять расписание всех городских распродаж еще не диагноз, но уже зависимость. Как алкоголизм или курение. И это было доказано еще сто лет назад. На этом и наживаются дельцы. А психологи объясняют, если человек постоянно чувствует непреодолимое желание пройтись по распродажам, это сигнал о том, что организму нужен отдых. Естественно, шопоголики – это люди, которые заинтересованы в получении этих эмоций. Особенно в современных условиях очень важно снять напряжение, которое есть у человека. Замечать стресс покупками сродни алкоголю невыгодно для здоровья и опасно для психики. Лучший способ ограничить сумму в кошельке. Не носить с собой много денег, а сэкономленное потратить на активный отдых или поездку в санаторий. Елена Шергунова, Евгений Нигматуллин, Телефакт. Впрочем, бесплатно не всегда плохо. Наш зритель Олег Хамедуллин получил приятный подарок от Телефакта за лучшую народную новость недели. Мужчина обратился в нашу редакцию с жалобой на Бюро финансовой помощи, сотрудники которого, по его словам, пытались его разорить. За активность мы подарили Олегу сертификат на посещение одной из лучших кофеин Челябинска. Олег Владимирович, спасибо, что делитесь с нами своими новостями. И вот вам приз от редакции Телефакта, от наших партнеров, сертификат на визит в кофейню. Спасибо большое. Вроде, конечно, обнародовал, чтобы другим неповадно было. Я, может, и заплачу, я как договор подписал, чтобы другие не лезли в эту финансовую организацию, что там мошенники. Получить приз Телефакта может каждый. Для этого нужно сообщить свою новость по телефону 790-0202. Темы, которые не вошли в выпуск, уже доступны на сайте Телефакт.ру. И сегодня вы там найдете. На улице Челябинска хотят вывезти пушки для борьбы со смогом. Как это поможет улучшить экологию? Ремонт в публичной библиотеке обернулся уголовным делом. Исчезли миллионы. Жена маньяка-педофила из ЧТЗ родила сына. Ее муж сознался в десятках преступлений против детей. Эти и другие новости уже доступны на сайте Телефакт.ру. Там еще много интересного. Актуальные интервью, фоторепортажи, эксклюзивное видео. Памятник Пушкину облачили в мантию. Правда, не для того, чтобы уберечь от морозов, а в знак уважения к великому поэту. Весь мир сегодня отмечает День памяти. 180 лет со дня смерти писателя. Для того, чтобы снять мерки из памятника, пришлось воспользоваться лестницей. Ушло 18 метров ткани. А это обыкновенный креп костюмный. Это самый большой и самый крупный мужчина, которому я делала одежду. В парке организовали флешмоб. Студенты облачились героев известных произведений Пушкина и прошлись по главным улицам города, читая стихи. Теперь я знаю ваши воли, меня влезрением доказать. Одноименный марафон 180 часов Александра Сергеевича Пушкина пройдет с 8 по 10 февраля. В рамках проекта объединят все виды искусств, на которые повлияло творчество поэта. В кинотеатре бесплатно покажут фильмы по произведениям писателя. В библиотеках и на Кировке будет работать свободный микрофон. А нам стало интересно, знают ли челябинцы о жизни и творчестве великого русского поэта. Мы решили провести эксперимент на улицах города и задать несколько вопросов. А вы знаете, в каком году родился Александр Сергеевич Пушкин? В 1799-м. Не, парень, 1800, наверное, и 1700 даже в каком-то. Конечно. В каком? В 1799-м году. А из-за чего он погиб? На дуэли. А за что его Лермонтов убил? Лермонтов не убивал его. От выстрела Дантеса. Болел. Болел, бедняга болел. Его на дуэли убил Дантес? На дуэли погиб. А за что его Лермонтов убил? Его Лермонтов? Его Дантес убил. Я думаю, что это была целая система событий, связанных с тем, чтобы такой прекрасный человек ушел из жизни. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное явление, как день чуткой красоты. Как мимолетное видение, как день чистой красоты. Итак, мы выяснили, что жители города в большинстве случаев знакомы с жизнью и творчеством писателя. Но есть и те, кто не смог ответить. Но зато сумели подключить фантазию. Вячеслав Фатутин, Александр Данилов, Телефакт. Из-за аномальных морозов в Челябинской области перенесли лыжню России. Соревнования пройдут на неделю позже, 19 февраля. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха опустится до минус 28 градусов. В такую погоду о лыжных гонках среди детей не может идти речи, решили в Минспорте. Это единственное изменение. Программа и формат забега станутся прежними. Лыжня пройдет в трех городах – Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. Об условиях участия и сюрпризах поговорим с заместителем министра физической культуры и спорта Виталием Якушевым. Он в нашей студии. Добрый вечер, рады вас видеть. Здравствуйте. Накрывшие область мороза наверняка могут сыграть на руку организатора, может быть, площадки как-то лучше подготовиться. Кстати, где они будут располагаться и сколько их будет? Да, действительно, погодные условия вносят свои корректировки. Соответственно, сегодня в нашем регионе установилась морозная погода, и проводить мероприятия очень сложно с целью того, что мы не сможем обеспечить массовость, в том числе все создать необходимые условия для населения нашего региона, чтобы они могли комфортно прийти и поучаствовать в нашем мероприятии. Соответственно, Минспортом Челябинской области принято решение о переносе сроков проведения с 11 февраля на 19-е, что по прогнозным данным, вроде, погода будет благоприятна, да, и будет примерно 10 градусов. А что касается площадок, где они будут? Площадки, конечно, в этом году мы оригинального масштаба определили три площадки. Это Челябинск, это Челябинский государственный университет, на базе его будем проводить по обративкой ширины 129. Это зона-центр, мы так разделили. Соответственно, Горнозовская зона, это Златоуст, на базе стадиона Ишмуратовой, и Магнитогорск, это зона Юг, это на базе экопарка. Но хочу отметить, что в этом году на просьбу Министерства спорта Челябинской области откликнулись порядка 30 муниципальных образований Челябинской области, которые в рамках именно проведения Лыжни России будут проводить уже на территории своих муниципальных образований подобные мероприятия, что, соответственно, создаст условия всем любителям физической культуры, лыжного спорта принять участие именно в такой грандиозном, большом спортивном празднике, как Лыжня России. Да, вот Лыжня России по праву считается одним из таких самых массовых, масштабных мероприятий и соревнований зимних. Вот в прошлом году жители жаловались, что не хватило памятных номерков и шапок, особенно очень дети расстроились. Вот в этом году подобных ситуаций не будет? Да, действительно, в прошлом году были такие прецеденты, действительно не хватило сувенирной продукции всем желающим. То есть жители приходили на Лыжню России, и, соответственно, им не хватало именно этих сувенирных продукций. В этом году организаторами Лыжни России предусмотрено увеличение количества. Соответственно, мы с Минспорта России получили порядка 14 тысяч уже экземпляров. И надеюсь, что в этом году мы сможем обеспечить буквально всех желающих. И таких проблем не будет, да? Надеюсь. А вот какие условия для участия? Все желающие могут? Ну, конечно, все желающие могут прийти и поучаствовать в наших мероприятиях. Почему? Потому что Лыжня России – это не просто соревнования, это корпоративный и даже семейный праздник. Просто на этот праздник выходят и люди, и предприятия целыми организованными заявляются. И, соответственно, семьями приходят, династиями участвуют в этом мероприятии. И, соответственно, это не только как спортивный принцип, да, пропаганда здорового образа жизни, но и, соответственно, это укрепление семейных традиций. И дети, которые участвуют вместе с родителями, в дальнейшем будут приходить на такие мероприятия, приводить в будущем даже своих детей. А справки от врача? Может быть, о состоянии здоровья? Ну, как любое спортивное мероприятие, оно требует, да, именно справку от врача. Согласно регламенту проведения соревнований детям до 17 лет обязательно наличие справки. А уже старше этого возраста мы, допустим, будем допускать именно участников и без справок, но с подроспись в регистрованных картах за обучастие. Спасибо большое за информацию. А я напомню, в студии Телефакта мы беседовали с заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталием Якушевым. Миллион долларов за ловкие пальцы и точный клик мышкой. Челябинский геймер поборется за астрономическую сумму в чемпионате по киберфутболу. Что за новый вид спорта и реально ли стать миллиардером, не вставая из-за компьютера? Алексей Бодрый выяснил. В реальной жизни он Роман Елисеев, а виртуальный известен под фамилией футболиста Павлюченко. Ловкость рук и любовь к компьютерным играм могут сделать его миллионером. Роман готовится выступить на чемпионате России по киберфутболу. Да, он у тебя какой-то бешеный просто. Киберфутбол вполне себе спорт, только на игровой приставке. Побеждает тот, кто лучше владеет джойстиком. Так что Роман занят серьезным делом. Не играет, а тренируется. Друг помогает отрабатывать виртуальные голы. Отборочный тур Роман уже прошел. Ему предстоит выступить против геймеров со всего мира, если он победит в российских соревнованиях в марте. Студент уже пробовал виртуальные силы на том же чемпионате 4 года назад, но проиграл. Я сейчас стараюсь совершенствоваться и попытаться попасть на чемпионат мира вновь. И показать, что я что-то могу. И все-таки войти в восьмерку сильнейших игроков России ему удалось. Так что все шансы получить миллион долларов у него есть. Как и в любой игре, здесь есть какие-то свои фишки. И прочие моменты, которые нужно знать, благодаря которым можно выиграть. Но соперники все будут довольно сильные. Естественно, недооценивать нельзя никого. Нужно будет много готовиться. Во многих странах у каждого из футбольных клубов есть свой киберспортсмен, который получает зарплату за участие в виртуальных чемпионатах. В России только три клуба – «Московский Спартак», «Уфа» и «ЦСК» – встречаются на киберплощадках. Может потому, что любому спорту нужно уделять все свободное время. И приходится выбирать – либо реальное, либо виртуальное поле. Роман, кстати, в реальной жизни любит больше баскетбол. Футбол играть почти не умеет. Алексей Бодрый, Евгений Нигматуллин, «Телефакт». И завершаем наш выпуск информации о погоде в городах региона. Завтра в Кослях до 26 градусов ниже нуля, ясно и без осадков. Минус 22-23 в Златоусте временами снег. 20 ниже нуля в Магнитогорске. В Троицке минус 28 и снежно. В Копейске 25 ниже нуля, в Миасе минус 23. И на этом у нас все. Смотрите «Телефакты» и делайте новости вместе с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградил. Пишите нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. И читайте на сайте telefak.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!